Здравствуйте! В эфире «Квадратные метры» в студии Елена Шеломенцева. Смотрите сегодня. Почему в России могут упасть темпы строительства жилья? Зачем нужна регулярная проверка многоэтажек и когда она начнется? Кто подарил односельчанам здание для больницы и что нужно сделать в квартире, прежде чем отправиться в отпуск? На 30% могут снизиться темпы строительства жилья в России. Как отмечают эксперты, это связано с ужесточением требований к застройщикам. С 1 июля вступает в силу новый закон о государственной регистрации недвижимости. Так, согласно документу, одному застройщику должно выдаваться не более одного разрешения на строительство. Также размер собственных средств застройщика на протяжении всего периода реализации проекта должен составлять не менее чем 10% от стоимости строительства. Лимит на административные расходы также составят 10% от стоимости строительства. Кроме того, обязательным станет условие, при котором застройщик, техзаказчик и генподрядчик обязаны будут осуществлять расчеты исключительно в одном банке, сообщается на портале индикаторы рынка недвижимости. Тем временем президент страны Владимир Путин призвал существенно нарастить объемы жилищного строительства, чтобы решить проблему доступности жилья для россиян. В первую очередь для семей со средним достатком и семей с детьми. Ранее глава государства поручил правительству увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, а также обеспечить улучшение жилищных условий не менее 5 миллионам семей ежегодно и повысить комфортность городской среды на 30%, пишут РИА Новости. С 2019 года в стране начнется регулярная проверка многоквартирных домов. Техническое состояние многоэтажек планируют обследовать с периодичностью один раз в пять лет. Такая мера позволит вовремя оценить необходимость проведения капремонта в доме или отнести его к аварийному фонду. Поправки в законодательство уже одобрены профильным комитетом Госдумы по ЖКХ и жилищной политике и сейчас находятся на экспертизе Государственно-правового управления президента. Регулярные технические обследования будут оплачиваться региональными операторами капремонта за счет доходов от размещения на депозитах временно свободных средств. Затем информация будет носиться в электронном виде в ГИС ЖКХ и становиться публичной. Это позволит создать достоверную базу знаний о техническом состоянии домов по всей стране, сообщает РИА недвижимость со ссылкой на заместителя министра строительства ЖКХ России Андрея Чибиса. Больница в подарок. Экса-мурчанка подарила односельчанам в Зейском районе здание бывшего переговорного пункта под стационар. Сама владелица недвижимости проживает сейчас в Москве. Изначально у нее были другие планы по эксплуатации помещения, но в этом году она решила передать его в дар лечебному учреждению поселка Октябрьский. Одноэтажное здание 1974 года постройки из кирпича сохранилось в хорошем состоянии. Его площадь почти 250 квадратных метров. После ремонта здесь планируют разместить стационар. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения при Амуре, сейчас стационар на шесть коек находится в помещении площадью 800 квадратных метров. Содержать его крайне непрактично. Переезд на новое место позволит значительно сэкономить на обслуживании, особенно на отоплении. Штраф за самострой до 1 миллиона рублей придется выложить россиянам за эксплуатацию самовольной постройки и до 300 тысяч рублей за отказ снести незаконную недвижимость. Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. В проекте закона предусматривается, что эксплуатация самовольной постройки, расположенной на участке, предоставленном в аренду или приобретенном на публичных торгах с обязательствами по сносу будет наказываться штрафом для граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей от 20 до 50 тысяч рублей, для юрлиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Неисполнение решения суда или муниципалитета о сносе самовольной постройки или о ее приведении в соответствии с установленными требованиями предлагается карать штрафом для граждан и индивидуальных предпринимателей и должностных лиц в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, сообщает Интерфакс. Также в первом чтении депутатами принят законопроект об ограничении регистрации в квартирах третьих лиц и продаже микродолей, передает РИА Новости. Новый законопроект предлагает запретить собственникам регистрировать жильцов, если на них приходится менее учетной нормы площади. Такую норму устанавливают региональные власти. В разных субъектах это от 10 до 18 квадратных метров. Отмечается, что правительство поддержит этот законопроект, если авторы внесут в него ряд поправок, расширяющих круг лиц, которые имеют право на доли в квартире и скорректируют норму приватизации жилья, унаследованного по завещанию. Памятка отпускника. В преддверии летнего сезона отпусков портал РИА Недвижимость подготовил свод правил, что необходимо сделать собственникам жилья, прежде чем отправиться в путешествие. Во-первых, если дом газифицированный, нужно убедиться, что все конфорки на плите закрыты, а лучше перекрыть краны перед ними. Если уезжаете надолго, отключите все электроприборы. Это нужно не только в целях экономии, так как даже не работающая, но включенная в сеть техника потребляет энергию, но и безопасности. Воду тоже желательно перекрыть, иначе можно затопить не только свою квартиру, но и соседей. Кроме того, стоит закрыть все окна и балконы, чтобы в квартиру не проникли злоумышленники. При этом можно приоткрыть форточку, чтобы проникал свежий воздух и не было затхлого запаха. Нелишним будет провести профилактический осмотр всех систем. Это нужно для того, чтобы сразу исправить проблемы и получить от специалиста документальное доказательство, что все в порядке. Кроме того, на случай разных непредвиденных обстоятельств оставьте свои контакты кому-то из соседей, а также диспетчерской управляющей компании. Новая достопримечательность. Уникальная смотровая площадка открылась на вершине скалы в Великобритании. С нее открывается вид сразу на два континента и на три страны. Стеклянная конструкция расположена на высоте 103 метров над уровнем моря и почти на 7 метров выступает над скалой. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, площадка способна выдерживать одновременно вес 350 человек и порывы ветра до 150 километров в час. Общий вес архитектурной новинки 30 тысяч килограммов. На этом у меня все. Пересмотреть программу можно в социальных сетях на страничке Амурского областного. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин